Красота и разнообразие одежды В ней всегда есть какой-то недостаток или изъян. Любая одежда со временем изнашивается, теряет первоначальную форму и лоск, ее цвет становится блеклым, у человека постепенно исчезает тот восторг и радость, с которым он в первый раз одел ее, и она уже не нравится ему так остро, как прежде. Не имеет никакой ценности и большое количество одежды у человека, потому что удовольствие, которое человек получает, одевая ее, ограничено сроком его земной жизни. Вместе со смертью его вещи, как и все остальное, принадлежавшее ему в мирской жизни, останется позади, и он не сможет ничего взять с собой. Давайте же вспомним хадис, в котором пророк Мухаммад привлекает наше внимание к этим особенностям райской одежды. Там есть величественные дворцы, широкие реки, изобильные спелые фрукты, прекрасные и возлюбленные супруги, множество очень красивых разноцветных одеяний, которые не изнашиваются. Это рай, высокая, красивая обитель, где в домах течет яркая, здоровая, праведная жизнь. Кроме того, одежда в раю в таком изобилии, что никто не будет нуждаться в ней. В одном хадисе пророка Мухаммада так сообщается об этом. В раю нет никого, кто бы испытывал нужду или недостаток в чем-либо. Так, увидев красивое одеяние на ком-то, он не почувствует неудобства в душе. Еще не успев сказать что-либо, он увидит на себе еще более красивую одежду. Одеяния рая из шелка и украшены драгоценностями. Они облачены в зеленые одеяния из легкого шелка и расшитого атласа. Воистину, тех, которые уверовали и творили праведные дела, Аллах ведет в сады рая, где под ними текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугами, и одеяния их там из шелка.